Урок 1. Оставайтесь в форме и экономьте деньги. Я думала о том, как оставаться в форме и в то же время экономить деньги. Есть идеи? Отличная цель. Один из вариантов рассмотреть возможность занятий на свежем воздухе, таких как бег трусцой или езда на велосипеде. Они эффективны для миллениалов и всегда доступны в интернете. Похоже, это хороший план. Занятия на свежем воздухе не только помогают улучшить физическую форму, но и дают возможность насладиться природой и сменить обстановку. Абсолютно. Кроме того, за такие виды активного отдыха, как бег трусцой или езда на велосипеде, обычно не взимается плата. Это недорогой способ оставаться в форме и вести активный образ жизни. Это правда. Другой вариант – поискать онлайн-занятия по тренировкам или приложения для фитнеса. Многие платформы предлагают бесплатные или доступные программы упражнений, которыми вы можете заниматься, не выходя из дома. Отличное предложение. Онлайн-тренировки обеспечивают удобство и гибкость. Вы можете выбрать наиболее подходящее для вас время и тренироваться в удобном для вас темпе. Точно. Вы можете сэкономить на абонементе в тренажерный зал или на занятиях фитнесом, сохраняя при этом доступ к профессиональным рекомендациям и разнообразным тренировочным программам. Урок 2. Питание и чередование групп мышц. Мы сосредоточились на физических упражнениях, но как насчет питания? Это важный аспект поддержания здорового образа жизни. Вы абсолютно правы. Правильное питание играет решающую роль в нашем общем благополучии. Важно снабжать организм правильными питательными веществами. Именно так. Сбалансированная диета, включающая разнообразные фрукты, овощи, цельное зерно, нежирные белки и полезные жиры, является ключом к обеспечению нас необходимыми витаминами и минералами. Верно. Также важно избегать обезвоживания, выпивая достаточное количество воды в течение дня. Вода способствует пищеварению, обмену веществ и общему функционированию организма. Гидротация действительно жизненно важна. Еще один аспект, который следует учитывать, это контроль порций. Важно следить за порциями еды, чтобы не переедать и поддерживать здоровый вес. Абсолютно. Легко потерять контроль над размерами порций, особенно когда вы обедаете вне дома или употребляете упакованные продукты. Знание размеров порций поможет нам сделать более взвешенный выбор. Наряду с питанием давайте не будем забывать о важности чередования мышечных групп во время упражнений. Это позволяет правильно восстанавливать мышцы и предотвращает травмы, вызванные чрезмерной нагрузкой. Вы абсолютно правы. Чередование групп мышц – эффективный способ обеспечить каждой группе мышц достаточный отдых между тренировками. Это способствует сбалансированному развитию мышц и снижает риск растяжения или травм. Верно. Например, если однажды вы тренировали верхнюю часть тела, на следующий день сосредоточьтесь на упражнениях для нижней части тела. Таким образом, вы дадите ранее проработанным мышцам время на восстановление. Именно так. Чередуя группы мышц, мы можем продолжать регулярно тренироваться, не создавая чрезмерной нагрузки на определенные мышцы. Это позволяет проводить более устойчивые и эффективные занятия фитнесом. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между питанием и физическими упражнениями для достижения наших общих целей в области здоровья и фитнеса. Уделяя внимание обоим аспектам, мы можем улучшить свое самочувствие. Урок 3. Уникальный выбор магазинов. Вы когда-нибудь замечали, что в каждом магазине может быть уникальный выбор товаров? Да, я тоже это заметила. Интересно, как разные магазины удовлетворяют разные потребности клиентов. Абсолютно. Это дает нам возможность исследовать и открывать для себя новые продукты. Неплохая идея. Это побуждает нас выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Именно так. Я считаю, что важно учитывать разнообразие в нашей жизни. Это делает нас интересными и помогает нам расширять наши знания и опыт. Это правда. Кроме того, это отличный способ поддержать местный бизнес и ремесленников. В самом деле. Покупая у них, мы способствуем росту сообщества. И мы можем наткнуться на уникальные и высококачественные вещи, которых нигде не найдем. В этом прелесть покупок в разных магазинах. У нас есть доступ к разнообразному ассортименту товаров. Абсолютно. Это все равно, что искать сокровища каждый раз, когда мы заходим в новый магазин. Я полностью согласен. Удивительно видеть, какие сокровища мы можем найти. Это также побуждает нас ценить мастерство и креативность, лежащие в основе каждого продукта. Определенно. Мы узнаем истории и вдохновения, лежащие в основе покупаемых нами товаров. Это придает глубину и смысл нашим покупкам. Абсолютно. Итак, давайте продолжим изучать и поддерживать уникальные магазины в нашем районе. Согласовано. Это взаимовыгодная ситуация для нас и местных предприятий. Определенно. Давайте возьмем за привычку открывать для себя новые интересные продукты. Я уже с нетерпением жду нашего следующего шоппинг-приключения. Я тоже. Давайте не будем закрывать глаза на скрытое сокровище нашего города. Абсолютно. Всегда есть что-то новое и интересное, ожидающее своего открытия. Урок 4. Последние советы для успешного путешествия. Есть ли у вас последние советы по успешному путешествию? Урок 4. Последние советы для успешного путешествия. Да, верю. Один из важных навыков – способность адаптироваться. Это правда. Способность адаптироваться к различным ситуациям может иметь огромное значение. Абсолютно. Возможно, все идет не так, как планировалось, но если мы будем проявлять гибкость, мы все равно сможем отлично провести время. Я согласен. Важно иметь запасной план и быть готовым к изменениям. Еще один совет – изучите местные обычаи и традиции. Это хорошее замечание. Уважение к местной культуре поможет нам наладить связь с людьми и сделать наши путешествия более значимым. Определенно. Это также помогает нам избежать непреднамеренных недоразумений или оскорблений. Верно. И давайте не будем забывать об упаковке света. Это делает путешествие намного удобнее. Абсолютно. Берите с собой только самое необходимое и избегайте ненужных вещей. Еще один полезный навык – навигация. Ознакомьтесь с местной транспортной системой. Верно. Знание того, как эффективно передвигаться, может сэкономить нам много времени и нервов. И не бойтесь обратиться за помощью в случае необходимости. Местные жители обычно дружелюбны и готовы помочь. Это хорошее замечание. Общение с местными жителями также может дать нам ценную информацию и рекомендации. Абсолютно. Они знают лучшее скрытое место и местные достопримечательности. Наконец, сохраняйте непредвзятость и получайте новое впечатление. Путешествие – это расширение наших горизонтов. Не могу не согласиться с этим. Давайте подойдем к путешествиям с любопытством и желанием учиться. Урок 5. Планирование встречи для вдохновения. Вы уже запланировали встречу, чтобы найти вдохновение? Пока нет, но планирую. Всегда приятно получать новые идеи и перспективы. Я согласен. Окружение творческими и вдохновляющими людьми может подстегнуть нашу собственную креативность. Определенно. Важно искать возможности для обучения и роста. Абсолютно. Нам следует обратиться к людям, которые достигли того, к чему мы стремимся. Неплохая идея. Изучение их опыта может дать ценную информацию. Посещение мастер-классов или семинаров, связанных с нашими интересами, также может быть полезным. Верно. Это позволяет нам получать новые навыки и знания в структурированной и целенаправленной среде. Кроме того, чтение книг или статей, написанных экспертами в нашей области, может вдохновить вас. Не могу не согласиться с этим. Книги способны переносить нас в разные миры и расширять наши перспективы. Это правда. Они могут пробудить наше воображение и дать толчок новым идеям. Еще один способ найти вдохновение, исследовать различные виды искусства, например, посещать музеи или концерты. Абсолютно. Искусство способно трогать наши души и вызывать эмоции. И давайте не будем забывать о природе. Время, проведенное на свежем воздухе, может быть невероятно вдохновляющим. Отличное замечание. Природа дарит нам красоту, спокойствие и чувство удивления. Итак, давайте сделаем приоритетные задачи и запланировать эту встречу для вдохновения, и изучить различные способы развития нашего творческого потенциала. Согласовано. Давайте будем искать возможности учиться, расти и окружать себя вдохновением. Таким образом, мы продолжим развиваться и привносить свежие идеи в нашу работу и жизнь. Мне не терпится увидеть, куда нас приведет вновь обретенное вдохновение. Урок 6. Уведомления, которые имеют смысл. Вы заметили, что некоторые уведомления на наших телефонах кажутся бессмысленными? Да, я тоже с этим сталкивался. Это может быть очень неприятно. Именно так. В смысле, какой смысл получать уведомления, не содержащие полезной информации? Я полностью согласен. Было бы гораздо полезнее, если бы уведомления были актуальными и содержательными. Определенно. Думаю, разработчикам следует сосредоточиться на создании уведомлений, которые повышают ценность нашей жизни. Абсолютно. Было бы здорово, если бы мы могли настроить наши настройки уведомлений так, чтобы получать только те, которые важны для нас. Отличная идея. Персонализация сделает уведомления намного эффективнее. Кроме того, это поможет сократить огромное количество уведомлений, которые мы получаем ежедневно. Это правда. Иногда мне кажется, что мой телефон постоянно гудит от уведомлений, которые мне на самом деле не нужны. Я могу общаться. Разработчикам важно найти баланс между тем, чтобы держать нас в курсе событий и перегружать нас уведомлениями. Определенно. Повышая качество и актуальность уведомлений, мы можем улучшить общий пользовательский интерфейс. Абсолютно. Нам было бы проще и продуктивнее, если бы мы получали действительно важное уведомление. Не могу не согласиться с этим. Будем надеяться, что разработчики учтут это и сделают уведомления более содержательными. Да, будем надеяться, что в будущем уведомления будут умными, актуальными и действительно полезными. Абсолютно. Это сделало бы использование наших телефонов намного приятнее и эффективнее. Не могу не согласиться с этим. Пришло время, чтобы уведомления стали для них по-настоящему ценными инструментами. Хорошо сказано, Анна. Впереди будущее, наполненное разумными уведомлениями. Урок 7. Празднование большим ужином и обменом подарками. Приближается курортный сезон, и я не могу не думать о том, как мы празднуем его. Да, сейчас прекрасное время года. Как вы обычно празднуете праздники? Что ж, мы с семьей вместе готовим большой ужин и обмениваемся подарками. Звучит прекрасно. Приготовление большого ужина – отличный способ собрать семью и друзей. Это определенно так. Мы все вносим свой вклад в приготовление еды, и все это становится результатом совместной работы. Это замечательно. Мне нравится чувство единения, которое возникает при приготовлении пищи и совместном приеме пищи. Обмен подарками – еще одна традиция, которой мы следуем. Это способ выразить нашу любовь и признательность друг к другу. Я согласен. Дарить и получать подарки может быть значимым способом выразить нашу благодарность и привязанность. Это действительно так. Акт дарения может принести много счастья как дарителю, так и получателю. Это очень верно. Эта традиция придает праздничному сезону дополнительный азарт и теплоту. Не могу не согласиться с этим. Празднование с обильным ужином и обменом подарками оставляет незабываемые воспоминания. В самом деле. Пришло время собраться вместе, насладиться вкусной едой и показать свою любовь друг к другу. Урок 8. Общая страсть к сериалам. Я рада, что мы разделяем одну и ту же страсть к сериалам. Это отличная тема для разговора. Абсолютно. Мне нравится обсуждать и анализировать последние серии или даже рекомендовать друг другу сериалы. Я тоже. Увлекательно погружаться в детали, делиться теориями и обсуждать развитие персонажей. Это как бы частью сообщества, где мы можем общаться с людьми со схожими интересами. Именно так. Телесериалы стали культурным феноменом и служат общей площадкой для разговоров. И каждый найдет что-то для себя. От криминальных драм до фэнтезийных сериалов здесь найдется шоу на любой вкус. В этом вся прелесть. Мы можем исследовать разные жанры и открывать для себя новые истории и перспективы. А благодаря стриминговым платформам у нас есть доступ к обширной библиотеке шоу со всего мира. Удивительно, как телешоу развивались и стали более разнообразными и инклюзивными. Абсолютно. Они способны развлекать, обучать и даже разжигать важные разговоры. Это правда. Они могут решать социальные проблемы и способствовать сочувствию и пониманию. Удивительно, как телешоу может привлечь наше внимание и заставить нас эмоционально погрузиться в персонажей. В самом деле. Это свидетельство силы повествования и таланта сценаристов, режиссеров и актеров. Не могу не согласиться с этим. Телесериалы стали важной частью нашей культуры и источником вдохновения. Хорошо сказано, Анна. Вот вам еще много интересных бесед о наших любимых сериалах. Урок 9. Раздельные кровати. Думаю, было бы лучше, если бы у нас были отдельные кровати. Таким образом, у нас будет свое собственное пространство. Понимаю. Наличие отдельных кроватей может обеспечить больше комфорта и личного пространства. Да, для продуктивной работы в течение дня очень важно хорошо выспаться. Для удобства мы можем организовать комнату с двумя кроватями, расположенными отдельно друг от друга. Похоже, это практичное решение. Это даст нам отдельные спальные места. Мы также можем выбрать матрасы и подушки, соответствующие нашим личным предпочтениям. Правильно. Удобное постельное белье важно для спокойного сна. Кроме того, наличие отдельных кроватей позволяет нам спать по-разному, не мешая друг другу. Важно уделять приоритетное внимание нашим индивидуальным потребностям в здоровом и сбалансированном образе жизни. Согласовано. Отдельные кровати обеспечат нам пространство и комфорт, в которых мы нуждаемся. Урок 10. Освежитесь. У меня утреннее собрание, и я хочу освежиться перед его началом. Неплохая идея. К важным встречам важно чувствовать себя и выглядеть как можно лучше. Да, быстрый душ и уход за собой могут произвести положительное впечатление. Вы также можете выбрать подходящий наряд, отражающий профессионализм. Абсолютно. Правильная одежда свидетельствует об уважении и внимании к деталям. Не забудьте почистить зубы и использовать ополаскиватель для полости рта для свежего дыхания. Хорошее замечание. Соблюдение гигиены полости рта имеет решающее значение для эффективного общения. Если у вас есть время, вы также можете ознакомиться с повесткой дня собрания и подготовить необходимые документы. Да, хорошая подготовка поможет мне внести эффективный вклад во время встречи. И не забудьте приехать на несколько минут раньше, чтобы заселиться и быть готовым. Правильно. Пунктуальность свидетельствует о профессионализме и уважении к чужому времени. Уверен, вы отлично справитесь с этой встречей. Удачи! Урок 11. Хобби и чтение У тебя есть еще хобби, Анна? Что ж, мне нравится читать художественные романы. Они переносят меня в разные миры и пробуждают воображение. Как насчет тебя, Джон? Чтение – это здорово. Это отличный способ расширить свой словарный запас и улучшить языковые навыки. Абсолютно. Кроме того, это прекрасный способ расслабиться и расслабиться после долгого дня. Не могу не согласиться с этим. Нет ничего лучше, чем потеряться в захватывающей истории. Это правда. Меня удивляет, как книги переносят нас в разные периоды времени или даже в волшебные миры. В этом прелесть литературы. Она позволяет нам переживать вещи, выходящие за рамки нашей собственной реальности. Именно так. И дело не только в развлечениях. Книги также могут преподать нам ценные уроки и открыть новые перспективы. Абсолютно. Чтение может расширить наш кругозор и помочь нам понять разные культуры и точки зрения. Вот почему я всегда стараюсь читать книги разных авторов и жанров. Это помогает мне глубже понять мир. Отличный подход, Анна. Важно иметь разнообразный список литературы для изучения различных тем и идей. Определённо. Итак, какую последнюю книгу ты прочитал, Джон? Это было захватывающее приключение на Марсе. А, я слышала об этом. Звучит увлекательно. Я добавлю его в свой список для чтения. Я очень рекомендую его. Автор проделал фантастическую работу, объединив науку и саспенс. Обязательно попробую. Спасибо за рекомендацию, Джон. Добро пожаловать, Анна. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Урок 12. Перепланировка комнаты. Похоже на план. Я рада помочь тебе с переделкой комнаты, Анна. Спасибо, Джон. Я очень ценю твою помощь. Я уже давно хочу придать своей комнате свежий вид. Мне очень приятно, Анна. Мне нравится дизайн интерьера, и я рада помочь вам преобразить ваше пространство. Это замечательно. Я черпаю идеи и вдохновение из журналов и онлайн-платформ. Это отличная отправная точка. Всегда полезно иметь представление о том, как вы хотите видеть свою комнату. Да, я согласен. Я склоняюсь к уютному минималистскому стилю с нейтральными цветами и натуральными текстурами. Звучит прекрасно. Уютный и минималистичный дизайн может создать успокаивающую и уютную атмосферу. Именно так. Я хочу, чтобы моя комната стала тихим убежищем, где я смогу расслабиться и восстановить силы. Думаю, это отличная цель. Мы можем начать с уборки и организации вашего пространства, чтобы создать чистую и безмятежную обстановку. Неплохая идея. У меня есть вещи, которые мне больше не нужны, поэтому их уборка поможет освободить больше места. Абсолютно. Чтобы создать ощущение спокойствия, важно создать атмосферу, свободную от беспорядка. Как только мы уберемся, мы можем сосредоточиться на выборе мебели и украшений, соответствующих моему стилю. Это самое интересное. Мы можем исследовать разные магазины и веб-сайты, чтобы найти вещи, соответствующие вашему видению. Я в восторге от всего этого процесса. Не могу дождаться конечного результата. Я тоже в восторге, Анна. Это будет полезный проект, и я уверена, что ваша комната будет великолепной. Урок 13. Частота и проверка. Если вы решите попробовать это, просто обязательно проверьте частоту этого места. Безусловно, Джон. Частота очень важна, особенно когда вы пробуете что-то новое. Важно обеспечить частоту и ухоженность окружающей среды, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем. Да, я полностью согласен. Частота должна быть главным приоритетом в любом месте, которое мы посещаем или посещаем. Прежде чем заняться какой-либо деятельностью или посетить новое место, уделите время оценке стандартов частоты. Хороший совет, Джон. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Именно так. Обратите внимание на общую частоту, гигиену и состояние помещений. Кроме того, рекомендуется прочитать отзывы или запросить рекомендации из надежных источников. Да, отзывы и рекомендации могут дать ценную информацию о чистоте и качестве места. Это правда. Опыт других людей может помочь нам в принятии решений. И не стесняйтесь задавать вопросы или обращаться за разъяснениями, если у вас есть какие-либо опасения по поводу чистоты. Определенно. Для принятия обоснованного решения важно иметь всю необходимую информацию. Отдавая приоритет чистоте, мы можем обеспечить безопасное и приятное времяпрепровождение, куда бы мы ни отправились. Урок 14. Продолжительность пребывания. Отличный вопрос, Анна. Продолжительность пребывания может варьироваться в зависимости от обстоятельств и личных предпочтений. Да, важно учитывать, как долго вы планируете оставаться в определенном месте или заниматься какой-либо деятельностью. Например, во время путешествия продолжительность пребывания может зависеть от таких факторов, как доступное время, бюджет и желаемый опыт. Это правда. Некоторые люди могут предпочесть более короткие поездки по нескольким направлениям, в то время как другие предпочитают более длительное пребывание в одном месте. Именно так. Короткие поездки позволят вам посетить несколько мест и познакомиться с различными культурами и достопримечательностями. С другой стороны, длительное пребывание поможет вам глубже погрузиться в конкретное место и изучить его более тщательно. Также стоит подумать о цели вашего пребывания. Если это деловая поездка, ее продолжительность может определяться продолжительностью встреч или конференций. Это хорошее замечание. Цель поездки может повлиять на продолжительность пребывания. Точно так же, когда вы занимаетесь различными видами деятельности или хобби, продолжительность пребывания может зависеть от таких факторов, как личные предпочтения и доступное время. Да, некоторые мероприятия могут потребовать более короткого времени, в то время как другие могут потребовать более продолжительных периодов, чтобы в полной мере насладиться ими и принять участие. В конечном счете, продолжительность пребывания – это личное решение, основанное на индивидуальных обстоятельствах и предпочтениях. Это правда. Важно учитывать различные факторы и выбирать продолжительность, соответствующую вашим целям и интересам. Будь то краткосрочный визит или долгосрочное пребывание, главное – максимально использовать время и получить незабываемые впечатления. Урок 15. Сетевая стратегия. Абсолютно. На этом мероприятии у меня завязались отличные знакомства. Какова была ваша сетевая стратегия? Это просто фантастика. Моя сетевая стратегия включала несколько ключевых элементов. Пожалуйста, поделитесь. Мне бы очень хотелось услышать, что сработало для вас. Сначала я подготовил презентацию для лифта, чтобы кратко рассказать о себе и своем профессиональном опыте. Это разумный подход. Хорошо продуманная площадка для лифта может произвести сильное первое впечатление. Я также составила список конкретных людей, с которыми хотела пообщаться и изучила их прошлое. Предварительное исследование показывает ваш интерес и помогает вам вести содержательные беседы. Во время мероприятия я активно слушала других и задавала открытые вопросы, чтобы побудить к диалогу. Активное слушание жизненно важно для налаживания связей и понимания точек зрения других людей. Я обязательно обменялся контактной информацией, а затем отправил персонализированные электронные письма. Последующая деятельность крайне важна для налаживания отношений и привлечения внимания людей. Наконец, я посетила соответствующие семинары и участвовала в групповых обсуждениях, чтобы расширить свою сеть контактов. Это отличная стратегия. Участие в мероприятиях позволяет вам встречаться с профессионалами-единомышленниками. Урок 16. Вопросы приветствуются. Добро пожаловать. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Спасибо за помощь. Я ценю твою готовность помочь. Нет проблем. Я здесь, чтобы поддержать ваш учебный путь. Это очень любезно с вашей стороны. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится разъяснение. Я рекомендую вам задавать вопросы всякий раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то непонятным. Я буду иметь это в виду. Если кто-то задаст вопросы, это упрощает процесс обучения. Абсолютно. Задавая вопросы, вы углубляете понимание и устраняете любые недоразумения. Можно ли задавать вопросы, даже если они кажутся простыми или простыми? Конечно. Когда дело доходит до обучения, нет глупых вопросов. Это обнадеживает. Иногда я стесняюсь спрашивать, потому что боюсь, что это может быть слишком очевидно. Не беспокойтесь об этом. Задавая вопросы, вы проявляете любопытство и желание учиться. Спасибо за поддержку. При необходимости я обязательно обращусь за разъяснениями. В этом и заключается дух. Помните, что обучение это путешествие и вопросы являются его неотъемлемой частью. Я ценю вашу поддержку и рекомендации. Это делает меня более уверенным в процессе обучения. Я рада это слышать. Продолжайте в том же духе и без колебаний обращайтесь за помощью. урок 17 удачи в работе с приложениями. Анна, я слышала, что вы устраиваетесь на новую работу. Как идет процесс? Было непросто, но я сохраняю позитивный настрой. Я подал несколько заявок и теперь жду ответов. Приятно это слышать. Я желаю вам удачи с вашими заявками. Спасибо, Джон. Я ценю твою поддержку. Для меня это очень много значит. ты талантливый и трудолюбивый человек, Анна. Уверен, что скоро вы найдете подходящую возможность. Я тоже на это надеюсь. Это конкурентный рынок труда, но я полон решимости найти работу, соответствующую моим навыкам и интересам. Сосредоточьтесь и продолжайте дорабатывать свое резюме и сопроводительные письма. Уверен, ваши усилия окупятся. Я так и сделаю, Джон. Я также готовлюсь к интервью и изучаю интересующие меня компании. Это разумный подход. Хорошая подготовка повысит вашу уверенность во время собеседований. Абсолютно. Спасибо за поддержку, Джон. Мотивирует, когда меня кто-то поддерживает. Ты заслуживаешь всяческой поддержки, Анна. Я верю в ваши способности и готов помочь всем, чем смогу. Урок 18 Сервис совместного использования поездок. Анна, вы когда-нибудь пользовались услугами совместного использования поездок? Да, у меня есть. Это очень удобно, особенно когда я спешу или путешествую в незнакомое место. Звучит удобно. Как именно это работает? Вы просто загружаете приложение для совместного использования поездок на свой телефон, создаете учетную запись и заказываете поездку в любое время. Безопасно ли его использовать? Я слышал разные мнения об услугах совместного использования поездок. Как и при любом другом виде транспорта, необходимо соблюдать меры предосторожности. Обязательно проверьте данные водителя и отзывы, прежде чем бронировать поездку. Это хороший совет. Я запомню это. Рекомендуете ли вы какие-либо конкретные приложения для совместного использования поездок? Самое популярное приложение для совместного использования поездок Uber и LUIFT. Обе компании широко представлены и предлагают надежные услуги во многих городах. Вы можете загрузить любое приложение, создать учетную запись и начать пользоваться сервисом. Спасибо за рекомендацию, Анна. В следующей поездке я попробую одно из этих приложений. Добро пожаловать, Джон. Это удобный и частый экономичный способ передвижения. Просто планируйте поездки заранее и не забывайте о резком росте цен в часы пик. Я учту это. Я ценю твои советы, Анна. Всегда полезно узнавать о новых услугах. урок 19 эффективность на кухне. Анна, я думала о том, как повысить эффективность работы на кухне. Во время приготовления еды может быть довольно хаотично. Я полностью согласен, Джон. Важно оптимизировать наши процессы и сделать их более управляемыми. Что вы предлагаете нам сделать? Давайте начнем с организации наших кухонных принадлежностей и посуды. Мы должны были выделить место для всего, чтобы мы могли легко найти то, что нам нужно. Отличная идея, Джон. Сохраняя все на своих местах, мы не будем тратить время на поиски нужных нам вещей. Именно так. Теперь давайте займемся кухонными приборами. Мы должны регулярно чистить и обслуживать их, чтобы они работали эффективно. Согласовано. Регулярное техническое обслуживание поможет предотвратить непредвиденные поломки и избавит нас от разочарований в последнюю минуту. Далее мы должны заранее спланировать питание. Таким образом, мы сможем составить список покупок и купить все необходимые ингредиенты сразу, вместо того, чтобы совершать несколько поездок в продуктовый магазин. Это разумный подход, Джон. Это экономит время и гарантирует, что у нас будет все необходимое, когда мы начнем готовить. Наконец, мы можем разделить кулинарные задачи между нами двумя. Работая вместе, мы можем приготовить еду быстрее и эффективнее. Не могу не согласиться, Джон. Разделение рабочей нагрузки сделает процесс более гладким и приятным. Абсолютно. эффективность на кухне не только сэкономит нам время, но и сделает приготовление пищи в целом более приятным. Я рада, что мы стремимся найти баланс между эффективностью и удовольствием. Важно заботиться о себе и получать удовольствие от процесса. Определенно, Анна. Мы можем работать эффективно, не жертвуя радостью от приготовления пищи. Давайте внесем эти изменения и сделаем время, проведенное на кухне, более продуктивным. Урок 20. Поиск идеальной одежды. Анна, я заметила, что ты всегда отлично выглядишь в разных нарядах. Есть ли у вас конкретные магазины, в которые вы ходите за одеждой? Спасибо, Джон. У меня есть много магазинов, в которых мне нравится делать покупки. Это зависит от того, что я ищу и какой стиль мне нужен. Это интересно. Меня всегда удивляет, как вы сочетаете такие стильные наряды. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску идеальной одежды? Ну, во-первых, важно знать свой тип телосложения и то, какие стили вам нравятся. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на поиске одежды, подчеркивающей ваши лучшие черты лица. Понимаю. Итак, речь идет о том, чтобы понять свое тело и выбрать одежду, подчеркивающую вашу естественную красоту. Точно, Джон. Также хорошо иметь в своем гардеробе разнообразную одежду, чтобы вы могли комбинировать разные вещи для создания уникальных нарядов. В этом есть смысл. Наличие универсального гардероба позволяет создавать разные образы, не покупая каждый раз совершенно новую одежду. Точно. И всегда полезно примерить одежду перед покупкой. Таким образом, вы сможете убедиться, что они хорошо сидят по фигуре и заставят вас чувствовать себя уверенно. Я учту это, Анна. Примерка одежды важный шаг к тому, чтобы она вам нравилась. Наконец, не бойтесь экспериментировать с разными стилями. Мода это самовыражение, поэтому при выборе одежды получайте удовольствие и будьте готовы к приключениям. Мне нравится этот совет, Анна. Попробовать новые стили может быть увлекательно и поможет вам найти то, что подходит вам больше всего. Урок 21. Делимся радостью дарения. Анна, я рылась в шкафу и поняла, что у меня есть много одежды, которую я больше не ношу. Возможно, тебе стоит подарить их. Отличная идея, Джон. Пожертвование одежды прекрасный способ помочь обществу и помочь нуждающимся. Я сделаю это завтра. Я соберу всю одежду, которую больше не ношу, и найду местную благотворительную организацию или организацию, которая принимает в дар одежду. Очень любезно с вашей стороны, Джон. Ваше пожертвование изменит чью-то жизнь к лучшему и принесет радость тем, кто получит одежду. Важно делиться тем, что у нас есть, с другими, особенно когда нам больше не нужны определенные предметы или они нам больше не нужны. Пожертвовать это значимый поступок. Безусловно, Джон. Мы должны всегда помнить о тех, кому повезло меньше и находить способы поддержать их. Полностью согласна, Анна. Это небольшой жест, но он может сильно повлиять на чью-то жизнь. И мы можем подарить не только одежду. Есть много других вещей, таких как книги, игрушки и предметы домашнего обихода, которые также можно подарить нуждающимся. Ты права, Анна. Подарки не обязательно должны ограничиваться одеждой. Речь идет о том, чтобы найти способы поддержать других и изменить их жизнь к лучшему. Именно так. Кроме того, дарение не обязательно должно ограничиваться физическими предметами. Мы также можем пожертвовать своим временем и навыками, занимаясь волонтерством или помогая другим людям различными способами. Это правда. Есть так много способов внести свой вклад и подарить радость. Речь идет о том, чтобы найти то, что нравится нам, и приложить искренние усилия, чтобы помочь другим. И радость от дарения ощущают не только получатели, но и сами дарители. Это прекрасный цикл доброты и сострадания. Не могу не согласиться, Анна. Пожертвование приносит невероятное удовольствие и напоминает нам о важности щедрости и сочувствия. Давай сделаем пожертвование регулярной частью нашей жизни, Джон. Будь то пожертвование, волонтерство или другие добрые поступки, давайте продолжим делиться радостью и оказывать положительное влияние на мир. Я с тобой, Анна. Давайте проникнемся духом отдачи и изменим мир к лучшему, проявляя доброту за раз. Урок 22. Варите на медленном огне и готовьте. Нам просто нужно варить его на медленном огне. Пока он кипит, давайте приготовим рис с жасмином. Похоже на план. При варке на медленном огне вкусы прекрасно сочетаются друг с другом. Как долго мы должны дать ему покипеть? Примерно 30 минут должно быть достаточно. Это даст всем ингредиентам достаточно времени, чтобы смешаться и раскрыть свой вкус. Отлично. Пока он кипит, давайте приготовим рис с жасмином. У вас есть предпочтительный способ его приготовления. Обычно я использую метод абсорбции. Сначала нам нужно промыть рис, чтобы удалить лишний крахмал. Затем мы смешаем его с водой в кастрюле и доведем до кипения. Как только закипит, мы уменьшим огонь, накроем сковороду крышкой и дадим ей покипеть около 15 минут, пока вода не впитается. Звучит достаточно просто. Я начну промывать рис, пока вы будете проверять блюдо на медленном огне. Конечно, звучит неплохо. Я аккуратно перемешаю, чтобы ничего не прилипало ко дну. Пока я промываю рис, не могли бы вы рассказать мне, почему приготовление на медленном огне является важным методом приготовления? Важное значение имеет приготовление на медленном огне, поскольку оно позволяет ингредиентам готовиться медленно и равномерно. Это также помогает смягчить более жесткие куски мяса и придать блюду аромат специй и приправ. В этом есть смысл. Таким образом, варив на медленном огне, мы обеспечиваем тщательную обработку всех ингредиентов и хорошее распределение вкусов. Именно так. Это отличный способ придать блюду насыщенный и сложный вкус. Думаю, рис готов к приготовлению. Должен ли я добавить его в кастрюлю? Да, продолжайте. Добавьте промытый рис в кастрюлю с соответствующим количеством воды и следуйте инструкциям, о которых я упоминал ранее. Хорошо, я так и сделаю. Рис отлично дополнит приготовленное на медленном огне блюдо. В самом деле, при совместном приготовлении риса с жасмином на медленном огне получится вкусное и сытное блюдо. Не могу дождаться, когда смогу попробовать его на вкус. От аромата кипящего блюда у меня уже текут слюнки. Главное терпение. По мере кипения вкус будет усиливаться, а рис станет идеальным гарниром. Я рада, что сегодня мы решили варить на медленном огне и готовить. Это отличный способ освоить новые техники и насладиться домашней едой. Абсолютно. Готовить вместе это не только весело, но и прекрасный способ расширить наши кулинарные навыки. Урок 23. Анализ источников новостей. Критически анализировать различные источники новостей. Думаю, это важный навык в современном мире. Согласовано. Имея так много информации, очень важно уметь отличать надежные источники от ненадежных. Абсолютно. Итак, как вы думаете, этим навыкам можно научиться? Определенно. Развивая критическое мышление и используя некоторые стратегии, мы сможем лучше оценивать источники новостей. Это правда. Один из подходов заключается в перекрестной проверке информации из нескольких источников для обеспечения точности. Да, перекрестная проверка может помочь выявить любые несоответствия или предубеждения в новостях. Кроме того, проверка достоверности источника и квалификации автора может дать ценную информацию? Абсолютно. Проверка репутации источника и опыта автора может помочь определить достоверность информации. Также важно знать о любых потенциальных предубеждениях в новостных источниках, за которыми мы следим. Да, предубеждения могут повлиять на способ представления информации и на наше понимание новостей. Осознавая свои собственные предубеждения и рассматривая разные точки зрения, мы можем получить более сбалансированную точку зрения. Отличное замечание. Очень важно высказать разные мнения и рассмотреть разные точки зрения. В самом деле критический анализ требует непредвзятости и готовности подвергать сомнению представленную информацию. Не могу не согласиться с этим. Очень важно подходить к потреблению новостей со здоровой долей скептицизма. Абсолютно критически анализируя источники новостей. Мы можем принимать более обоснованные решения и лучше понимать окружающий мир. Согласовано. Это ценный навык, который позволяет нам ориентироваться в огромном количестве доступной сегодня информации. института. давайте продолжим оттачивать наши навыки критического анализа и искать надежные и заслуживающие доверия источники. Урок 24. Приоритизация безопасности. Это не проблема. Безопасность превыше всего. Что еще я могу сделать, чтобы обеспечить благополучие всех. Спасибо за то, что вы уделяете приоритетное внимание безопасности. Я ценю твою заботу. Мы также должны убедиться, что все осведомлены о протоколах безопасности. Абсолютно. Четкое информирование о мерах безопасности очень важно. Мы должны предоставить подробные инструкции и напоминания всем участникам. Да, таким образом, все будут осведомлены о мерах предосторожности, которые им необходимо принять для обеспечения безопасности. Мы также должны поощрять открытый диалог и делать так, чтобы людям было удобно выражать любые опасения или вопросы, которые у них могут возникнуть. Отличная идея. Создание безопасной и открытой среды укрепляет доверие и обеспечивает эффективную коммуникацию. Кроме того, регулярные проверки и проверки безопасности могут помочь выявить любые потенциальные опасности и оперативно устранить их. Определенно. Важно активно выявлять и снижать риски, чтобы обеспечить безопасную среду для всех. безопасность если кто-либо заметит какие-либо проблемы или угрозы безопасности, ему следует немедленно сообщить о них, чтобы их можно было быстро решить. Абсолютно. Своевременная отчетность и принятие мер могут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасную рабочую или бытовую среду. Мы также должны обеспечить надлежащую подготовку и ресурсы для всех, чтобы они могли понять и соблюдать протоколы безопасности. Да, надлежащее образование и профессиональная подготовка крайне важны для обеспечения того, чтобы каждый обладал знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения безопасности. Важно помнить, что безопасность — это общая ответственность. Каждый должен активно участвовать в поддержании безопасной окружающей среды. Не могу не согласиться с этим. Когда все привержены безопасности, мы можем создать безопасное и защищенное пространство. Итак, давайте продолжим уделять приоритетное внимание безопасности и принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения благополучия всех участников. Урок 25 Выбор подходящего молока. Подойдет просто обычное молоко. Этого хватит на неделю. Звучит неплохо. Обычное молоко универсально и может использоваться в различных рецептах и напитках. Это правда. это основной продукт питания во многих домашних хозяйствах и содержит необходимые питательные вещества. Обычное молоко является хорошим источником кальция, белка и витаминов, что делает его питательным продуктом. Кроме того, его легко купить в большинстве продуктовых магазинов, поэтому его удобно покупать. Да, доступность безусловно является плюсом. Обычное молоко распространенный и широко доступный вариант. Однако у некоторых людей могут быть диетические ограничения или предпочтения, требующие альтернативных вариантов молока. Это правда. Для людей с непереносимостью лактозы или придерживающихся веганской диеты существуют альтернативы молоку на растительной основе. Альтернативы на растительной основе, такие как миндальное молоко, соевое молоко или овсяное молоко, могут быть подходящими вариантами для людей с особыми диетическими потребностями. Альтернативы молоко на растительной основе обладают множеством вкусов и могут использоваться также, как и обычное молоко. При При выборе подходящего молока важно учитывать личные предпочтения, диетические требования и предполагаемое использование. Абсолютно. Выбирая молоко, соответствующее нашим потребностям, мы можем обеспечить себе как вкус, так и питательные свойства. А пока давайте перейдем к обычному молоку и позаботимся о том, чтобы его хватило на всю неделю. Задумывались ли вы исследовать древние руины? Это может быть увлекательный и познавательный опыт. Меня всегда интересовали древние цивилизации и их архитектурные чудеса. Изучение руин кажется отличной идеей. Древние руины позволяют заглянуть в прошлое и получить ценную информацию об истории и культуре региона. Невероятно видеть архитектурные достижения древних цивилизаций и восхищаться их изобретательностью. Абсолютно. Сложные конструкции, мастерство и культурное значение этих руин впечатляют. Изучение древних руин также дает возможность поразмышлять над собой и глубже оценить нашу современную жизнь. Да, это поможет нам понять наше место в великой истории человечества и воспитать чувство смирения. Кроме того, посещение древних руин часто связано с путешествием в новые места и погружением в разные культуры. Это прекрасный аспект. Это позволяет нам расширять кругозор, учиться с разных точек зрения и ценить красоту нашего мира. Важно относиться к этим впечатлениям с уважением к этому месту и его историческому значению. Итак, давайте подумаем о том, чтобы спланировать поездку, чтобы исследовать древние руины и отправиться в путешествие, полное открытий и чудес. В самом деле, давайте начнем исследовать и планировать наши приключения, чтобы раскрыть тайны прошлого. Я думала о получении наших учебных материалов по английскому языку. Что вы думаете о добавлении большего количества визуального контента? Звучит как отличная идея. Визуальные эффекты могут сделать процесс обучения более увлекательным и запоминающимся. Мы можем использовать изображения, диаграммы и даже видео для улучшения уроков. Определенно. Визуальные материалы могут помочь учащимся лучше понять сложные концепции. Кроме того, они могут сделать контент более привлекательным и приятным. Абсолютно. Важно учитывать разные стили обучения, а визуальные эффекты могут быть особенно полезны для тех, кто учится визуально. Они также могут стать полезным подспорьем для тех, кто больше склонен к визуальному обучению. Вы правы. Используя визуальные эффекты, мы можем обеспечить мультисенсорное обучение, которое понравится более широкому кругу учащихся. Это сделает наши уроки более доступными и эффективными. Я полностью согласен. Мы также можем рассмотреть возможность использования инфографики и диаграмм для четкого и краткого представления информации. Таким образом, учащиеся смогут быстрее понять ключевые моменты и лучше запомнить информацию. Отличные предложения. Инфографика – отличный способ обобщить и представить информацию в визуально-привлекательном формате. Они могут быть особенно полезны для тем, связанных со статистикой или пошаговыми процессами. Именно так. Кроме того, мы можем добавить интерактивные элементы, такие как викторины или задания с перетаскиванием, чтобы сделать процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Это фантастическая идея. Добавление интерактивных элементов поощрит активное участие и поможет закрепить процесс обучения. Это сделает уроки более приятными и эффективными. Я рада, что вы так думаете. Давайте назначим встречу, чтобы обсудить внедрение этих визуальных элементов. Мы можем обдумать идеи и разработать план по улучшению наших учебных материалов по английскому языку. Звучит отлично. Я с нетерпением жду этого. Визуальный контент, несомненно, улучшит наши учебные ресурсы по английскому языку и сделает их более эффективными. Я заметил, что браслеты-браслеты в наши дни очень популярны. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы их надеть? Звучит как хорошая идея. Я ищу новый аксессуар для пополнения своей коллекции. Браслеты Бенгрилл могут стать стильным и универсальным выбором. Абсолютно. Браслеты-браслеты могут дополнить различные наряды и добавить элегантности любому образу. Они изготавливаются из разных дизайнов и материалов, что позволяет выразить свой индивидуальный стиль. Это правда. Я ценю аксессуары, которые можно легко сочетать с разными предметами одежды. Это отличный способ улучшить мой внешний вид в целом. Определенно. Браслеты-браслеты можно носить отдельно, чтобы создать минималистичный образ, или складывать их вместе, чтобы создать более смелый образ. Вы можете создавать разные комбинации, подходящие для разных случаев и настроения. Мне нравится универсальность браслетов-браслетов. Это позволяет мне проявлять творческий подход и экспериментировать с разными стилями. Кроме того, они также могут стать отличным подарком для друзей и близких. Это прекрасная идея. Браслеты-браслеты не только модны, но и полезны в качестве подарка. Вы можете выбрать дизайн, соответствующий индивидуальности или интересам получателя. Абсолютно. Это вдумчивый жест, свидетельствующий о том, что вы приложили все усилия, чтобы выбрать подарок, соответствующий их стилю. Браслеты-браслеты-браслеты – модный и неподвластный времени аксессуар, который украсит любой наряд. Думаю, стоит подумать о том, чтобы добавить некоторые из них в свою коллекцию. Урок 29 «Охват миллениалов и питание» «Когда дело доходит до охвата миллениалов, я слышал, что социальные сети и онлайн-платформы эффективны. Что вы думаете?» Это правда. Миллениалы известны тем, что хорошо разбираются в технологиях и проводят значительное количество времени в Интернете. Использование социальных сетей и онлайн-платформ может стать отличным способом взаимодействия с этой демографической группой. Абсолютно. Создавая информативный и визуально привлекательный контент, мы можем привлечь их внимание и предоставить ценную информацию о питании и здоровом образе жизни. Верно. Мы можем делиться быстрыми и простыми рецептами, советами по питанию и статьями о здоровье в различных социальных сетях. Это позволяет миллениалам получать доступ к информации в удобное для них время. Платформы социальных сетей, такие как Instagram, Facebook и YouTube, предоставляют возможность охватить широкую аудиторию и организовать интерактивные дискуссии о питании и благополучии. Точно. Мы можем поощрять миллениалов к активному участию, задавая вопросы, проводя опросы или даже проводя сеансы вопросов и ответов в прямом эфире. Это отличный способ повысить вовлеченность и создать чувство общности. Отличные замечания. Развивая сообщество и поощряя диалог, мы можем сделать тему питания более актуальной и доступной для миллениалов. Абсолютно. Мы также можем привлечь влиятельных лиц или онлайн-личностей, у которых много поклонников среди миллениалов. Сотрудничество с ними по пропаганде здорового питания может быть очень эффективным. Это разумная стратегия. Работа с влиятельными лицами позволяет нам задействовать их устоявшуюся аудиторию и завоевать авторитет среди миллениалов. От этой ситуации выигрывают все. Не могу не согласиться с этим. Миллениалы с большей вероятностью доверяют рекомендациям влиятельных лиц, которым они следуют и с которыми они связаны. Это эффективный способ распространения информации и пропаганды здорового образа жизни. Объединив социальные сети, онлайн-платформы и сотрудничество с влиятельными лицами, мы можем создать эффективную стратегию, которая поможет миллениалам уделить приоритетное внимание питанию и благополучию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...